Чёрные бушлаты На поле боя Затем произведение Миямото Мусаси Знаменитого самурая средневековой Японии Fog of War Туман войны Ну и разумеется Классический труд фельдмаршала Кутузова Манипуляции войск Ввиду неприятия Тем кто хочет добиться Результата Рекомендую эти работы Ну что ж А сейчас давайте от теории Перейдем к практике Порой некоторые сражения И войны Даже целые эпохи Разработчиками попросту игнорируются Даже если вы не любитель истории Мимо пройдут сотни единиц Уникальной техники Не говоря уже о загубленных Игровых возможностях Например до появления чёрных бушлатов Ни одна стратегия не обращала внимания На советских морпехов Вот про космических десантников Игр сколько угодно А между тем Великая Отечественная война По размаху не уступает Фантастическим сюжетам Ну а по количеству идей Оставляет их далеко позади Брутальных спейсмаринов Просто скопировали с чёрных бушлатов Зачем что-то придумывать Когда есть воспоминания бойцов О крупных операциях Со всеми признаками массового боевика Артиллерийской поддержкой Больших кораблей То есть С отражением атак Лодоками Кадзе И тому подобное Ну то есть На мой взгляд По-моему не было ещё Ни в одной игре Подобного жанра Ну то есть Оно будет наверное Интересным игрокам Атмосферу крупного сражения Создают крейсеры-эсминцы Торпедные катера Которые подвозят десант к цели И непрерывно поливают берег огнём К сожалению Порулись кораблями нельзя Но и без этого У игрока Будет немало забот Чёрные бушлаты По сложности Не уступают проекту В тылу врага То есть В большинстве миссий Юнитам придётся проявлять Массовый героизм О котором так много писал Александр Зорич Основная специфика Связанная с морской пехотой В том что Большая часть боёв У нас происходит На побережье При необходимости Проверить высадку десанта Под шкувальным огнём Противника И при наличии Некоторой артподдержки Со стороны кораблей Которая позволяет Более-менее пехоте Продвигаться в глубь берега Тем не менее Десантами игра Не ограничивается Чёрные бушлаты Выполняли любые задания В том числе и те Что к морю не имели Никакого отношения Так уж получилось Что эти бойцы Были удачной заменой Любому подразделению Можно сказать Даже желанной заменой Проще говоря Это значит Что игроку будут доступны Разнообразные миссии От крупных сражений До стелс-заданий Морская пехота Это элита Советских вооружённых сил То есть Использовалась И в качестве разведчиков И в качестве Диверсионных групп Так точно Приготовиться Когда игрок Участвует в масштабном сражении У него практически Не остаётся Свободы действия Любой неправильный маневр Заканчивается Гибелью юнита Зато в стелс-миссиях Диверсант Может делать Всё, что душе угодно Главное Как и в реальных вылазках Остаться в живых И как следует Напакостить врагу В принципе Мы предусмотрели Такие варианты Когда игрок Может пытаться Играть Очень аккуратно Не вызывая Вражеской агрессии Не подставляя Свои юниты Под атаку А может играть Практически На низком уровне сложности В рэмбо стиле Взяв пулемёт И от пуза Кося всех противников Конечно же Достоверность Отдана в жертву Геймплею Этим стратегии Грешат Ещё со времён Оснований жанра Хотя если Приглядеться Как реальный Так и виртуальный Морпех Мог бы легко Воспользоваться Трофейным оружием Или техникой Что в некоторых миссиях Чуть ли не единственный Способ выжить в бою И выполнить задание Разница только в том Что игра позволяет Постоянно воровать У врагов технику Чёрные бушлаты Словно герои Словно герои военного ГТА Радостно Угоняют чужие Танки и пушки Только ради того Чтобы подарить Игроку Новую порцию Насилия И только Эсминцы Обособленно стоят Вдали от берега И шлют Огненный привет Немцам Румынам И итальянцам Игрок в принципе Сможет пользоваться Практически каждым Из захваченных Или имеющихся Немцам Изначально Под командованием Юнитов Но мы сделали Небольшое ограничение Именно для крупных кораблей Потому что Если игрок Получит в начале Карты Такое Вундерваффе Он уничтожит противника Без всякого вызова И челленджа для себя Авторы игры Перенесли на поля Сражений Около сотни Видов боевой техники Так как Чёрные бушлаты Используют движок В тылу врага 2 Некоторые юниты Уже хорошо знакомы Любителям стратегии Но большинство техники Сделано разработчиками С нуля И в предыдущих играх Не использовались Мы достаточно сильно Переделывали всю графическую часть То есть Ну да Практически все Что там есть Это наши самостоятельные Модели Техники Людей И окружение И прочее Бронеавтомобили Артиллерия И минометы Бронепоезда Все Вплоть до импровизированного Танка модели НИ То есть Наиспух Выспроизведено По ТТХ брони Углов пробиваемости И вооружения Включая Калибр орудий В свою очередь Попадание Из такой пушки По деревенскому Домику Превращает здание В груду кирпичей Любой упавший На землю Предмет Или изначально Там находящийся Может служить Укрытием Для пехотинцев Входящиеся Укрытия Пехотинцы Получают Существенное Преимущество Над противниками Черные бушлаты Рассчитаны На любителей Зрелищ И все же Между делом Игра потихоньку Пропикивает Исторические подробности Все-таки Гораздо приятнее Играть Если заранее знаешь Чем прославился Вот этот крейсер Красный Кавказ Или почему Марпеки носили с собой Загадочный Ворошиловский килограмм Книжка с картинками И пояснениями Пригодится И любителям истории И особенно Тем игрокам Которые запустили Черных бушлатов Только чтобы Посмотреть на взрывы Интересная интерактивная Энциклопедия Которую По мере прохождения Можем Пролистывать То есть Открываются разделы Связаны с конкретными Событиями С конкретными людьми Возможно После прохождения Черных бушлатов Некоторые Запомнят о ворону Одессы и Севастополя Ну или хотя бы Доброго полковника Леонида Брежнева Который Поднимал Солдатам мораль Надо бы еще Авторам сделать ролики Которые нельзя промотать Такой урок истории Будет трудно забыть Как рассказал Начальник Генерального штаба Макаров Создание игр Военно-патриотической Направленности Может Существенно помочь Воспитанию молодежи И вот наша игра Такая именно проекта Неожиданно Черные бушлаты Объединили писателя Александра Зорича И икону видеоигр Разработчиков стратегии Игроков И начальника Генерального штаба Даже Высоцкий Попал в эту компанию Ведь когда-то Он написал песню О советской морской пехоте И что удивляться У всех нас Общее прошлое Мне хочется верить Мне хочется верить Что черные наши Бушлаты Дадут мне возможность Сегодня Увидеть восход После перерыва Своё веское слово Скажет наш эксперт Глагов Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...